Я рассмотрел область влияния мысли, воздействия мысли на тело. Просто потрясающе! Мы не представляем, насколько велико это воздействие. Даже подсознательная, мельчайшая мысль фантастически влияет на наше тело. Вот уже два года я изучаю это в подробностях, и невероятно! Самые мелкие, ментальные или витальные реакции, которые, кажутся обычному сознанию, не имеют никакого значения, отражаются на клетках тела и способны произвести большие нарушения. Вот смотрите! Недобрые, пораженческие мысли, казалось бы, мимолетно вас посещающие, но какая-то одна мыслишка залетела, они способны оставлять стойкий отпечаток в нашем сознании или в подсознании, в физическом уме. И со временем наиболее жизнеспособные из этих пораженческих мыслишков становятся для вас навязчивыми. Есть навязчивые пораженческие мыслишки? Ну, какой-то круг определенный. Особенно они при пробуждении вашим ночью внезапно начинают вас донимать. Донимать, донимать, донимать. Вот простой совет, если вдруг вы ночью проснете, вас что-то начнет донимать, вообще не обращать никакого внимания на то, что они вас донимают. И не думать, что вы не можете уснуть, завтра вставать на работу. Вот просто не обращайте внимания. Минут через 15-20, самое большое, через полчаса уснете. Если не будете обращать внимание, это просто практический совет. Но сейчас о другом речь пойдет. И вот причина подобного явления, что вас донимают эти пораженческие мыслишки, нам понятно, да? Мы теперь знаем, что эти энергетические формации, ну, в форме разного рода мыслей, они требуют нашего внимания. То есть энергетической подпитки от нас. Мы их кормим, мы их питаем, они нас любят за это. Но мы их почему-то не любим. Они нас любят. А иначе бы не приходили, если бы не любили. Понятно? В чем самые нехорошие, самые пораженческие, а вы их вкусно кормите. Очень вкусно, поэтому они к вам приходят. И пока вы их не перестанете кормить, пока мы не будем на них обращать внимание, не возмущаться, не ныть, они будут к нам обязательно приходить. И чем дальше, тем больше. Понятно? То есть они должны вами попросту игнорироваться. Это как форма, мягкая форма активной медитации. Мысли приходят, но вы на них не реагируете. Ясно? Мало ли чего придет, ну, может, самое ужасное придете, а вы молчите. Пусть они что хотят, то и пытаются из себя изображать. Вы не подхватываете, вы их не гоните, вы с ними не спорите. Они сами по себе, вы сами по себе как наблюдатель. Все. А что касается разного рода телесных расстройств и заболеваний, это также тесно связано с гипнотической властью мыслей над нашим телом. И как только мы фиксируем внимание на какой-то, казалось бы, незначительной проблеме, ну, например, где-то кольнуло, что-то зачесалось, запершило в горле. Мы внимание зафиксировали, да, в горле запершило. Вот, как правило, я точно могу вам сказать, и вы можете подтвердить, если вы наблюдательный, вот не бывает никогда, чтобы в двух местах что-то вас беспокоило. В одном месте беспокоит. А? Потом, если здесь не беспокоит, может и в другом, но одновременно не беспокоит в двух местах. Ну, такое интересное наблюдение. Так вот, когда у вас что-то где-то тут запершило, вы обратили на это внимание. И у вас мысль, а, заболеваю. И обязательно заболеете. Почему? Потому что вот маленький симптомчик бывшего когда-то заболевания. Вдруг, ну, мало ли, там вода попала, слюна попала, запершило. Для вас это, ну, то, на что вы обратили внимание. А в вашем подсознании записано, заболевание, острая, эспиротонная, начинается с кашля. Кашель запершила, и из памяти извлекается на основании этого симптома вся структура этой болезни. Если вы внимательно тут уже наблюдаете, ой, я сейчас заболею, всё. То есть, эта болезнь из подсознания вытаскивается. Вот матрица болезни, поняли? Гипнотическая сила ума, она вытаскивает всё, что там есть. Только за что-то маленькое зацепится, и всё это вытаскивается. Если вы пристальное внимание на это обращаясь, если запершило внимание не обратили, то всё, ничего и не будет. Я проверял это неоднократно. На себе, естественно. То есть, если мы постоянно к этому возвращаясь, в течение часа, першит горло, в течение часа, оно сильнее начинает першить. сильнее. Если не обращаю внимания, оно же не першит, где-то закололо в пятки. Всё, вы переключились на пятку. Ясно? Вот такая смешная вещь, но оно так. То есть, проблема, которая существовала, теоретически, виртуально, на тонком плане, она начинает материализоваться в теле. Ну, как заболевание. Острое, респираторное, например. Понятно? Материализация начинается. Вы её за один симптомчик вытаскиваете, и она материализуется, эта вещь. Всё в памяти записано в подсознательной. Всё, развитие событий. Вот с этого начинается. Всё. Пошло-поехало. Всегда у нас есть какие-то микробы в организме, обязательно. Мы с ними живём, в симбиозе. Ясно? И тут они подключаются, им хорошо, там энергетический очаг возник, они туда кушать, микробы тоже есть хотят. А? Вы мыслью инициируете заболевание элементарное, и любое можете инициировать. Вплоть до пухолей, вплоть до пухолей. Вот, слышали о таком актёре Марки Бернерси? Так вот, он очень боялся заболеть раком. И когда его жена заболела раком, он ей даже в больницу не ходил, чтобы не заразиться. Умер от рака лёгкого, 61 год. Поняли? Всю жизнь боялся заразиться раком. К жене в больницу ни разу не пришёл, она раком болела. Ну, я, к примеру, говорю. Вот страх. Что такое страх? Страх – это та энергетика, которая притягивает кармически или из пространства, как хотите, вот то, чего вы боитесь. Вы боитесь несчастных случаев, боитесь, что-то с вами произойдёт, вас ограбят, обязательно произойдёт. Кармическая ткань, она очень чётко на это реагирует. Вот это паутина, которая связывает всё и вся в этом мире. Ясно? То есть, вы даёте сигнал, события стягиваются таким образом, что вы получаете то, что вы напридумали. Вы можете сказать, что вы предвидели? Нет, вы накликали. Здесь всё по-другому совершенно. Вы не предвидели. Вы инициировали это. Ясно? Вот что значит навязчивые мысли. Власть мысли над вашей судьбой, над телом, мысли пораженческой, мелкой, казалось бы, огромна. Поэтому мысли должны молчать, пораженческие мысли не должны вас вообще выводить из равновесия. Вы не должны на них обращать внимание. Тогда у вас всё будет в порядке. Будете под потоком, под прикрытием той силы, которая не допустит ничего пакобного, что может с вами произойти. Ясно? А мы все, когда мнительные, ужасно мнительные, у меня мама была очень мнительным человеком. И она всё время за меня беспокоилась. Вот я должен в 9 часов был быть дома, уже взрослый парень, уже в институте учился. И она всё время, всё время тряслась по этому поводу. И со мной происходили те неприятности, которых она боялась. Я чувствовал, что я не защищён, я чувствовал нервозность. Я не понял, откуда это проистекает. Только вот много позже я понял, что мамина нервозность передавалась мне, у нас генетические клетки-то одинаковые, резонировали. Я был незащищённым. То есть, по сути, она провоцировала неприятности, которые со мной происходили. И всё. В общем, это был несколько раз. Вот я только, став на путь, я понял, откуда это вообще всё проистекает и происходит. Как мы заботимся о своих детях, как мы их любим, как мы о них переживаем, но мы снимаем с них защиту. У них клеточная тревога начинается, и всё, в клеточной тревоге они не защищены. То есть, вибрируют клетки, это как некий маяк притягивает враждебные силы. А предыдущее поколение так может ли? Бабушка так может ли это, например? Да и бабушка может, если она живая ещё. Живая? Ну, не готовы, покойная бабушка влияет. На это не надо. Живая. Желает на живая. Покойная уже не влияет. Работит и всё время переживает тоже. Это ужасно, когда за тебя переживает. За внука. Я не переживаю за сына. Бабушка. Ну вот, это нехорошо, что бабушка переживает. Тоже нехорошо. Очень нехорошо. Она его делает беззащитным, бабушка. Вообще-то. Но если ты не переживаешь, значит, может, не трализуется это всё. Так вот, некоторые ментальные врачеватели советуют мысленно посылать энергию исцеление в проблемные места, то есть пытается выбить клин клином. К чему это приводит? Такой человек втягивается в изнурительную игру, где врачеванием проблемных мест силой собственной мысли становится постоянным занятием. и в течение дня у вас миллион проблемных точек. Туда вы мысль посылаете, здесь закололо, туда, в позвоночнике засвербело, туда, в печени тяжесть появилась, туда мысль посылаете. Есть чем заняться. Ну, врачевание мыслью. А проблемных точек появляется множество. Все хотят кушать, коль вы их кормите силой мысли вашей, могучей. Есть, ну, такой способ врачевания. Знаете, наверное, некоторые исповедуют книжки по этому поводу, пишут. Пожалуйста. Так вот, если вы постоянно будете этим заниматься, то число проблемных точек в организме при этом только множится. То есть, ваш весь организм начинает, как вам кажется, разбаливаться. Так вот, проблемы организма в целом невозможно решить в частном порядке. Никогда. Ибо нет такого слова болезнь какая-то конкретная или болезнь какого-то органа. Страдает организм в целом. Просто слабые или проблемные места в них проявляются. А так страдает в целом организм. Вы понимаете или не очень? Не бывает отдельно болезни. Органы и системы это весь организм. Разбалансирован. И кардинально этот вопрос может решить, можно решить с помощью нисходящей эволюционной энергии, которая помогает вам избавиться от главного заболевания от хронической эволюционной недостаточности. Потому что если вы не начнете работу в направлении избавления от главного вашего недуга, то все остальные недуги в порядке общей очереди будут проявляться. Это залечить в другом месте возникнет. Ясно, потому что страдает весь организм. Вот деструктивное влияние мысли я уже говорил на тело, я испытал на себе. Вот когда кажущаяся мелочь, вот я уже говорил о банальном першении в горле, начинает фонить, затем материализуется, действительно становится кашлем хроническим, от которого не так просто избавиться. А если внимания не обратишь, то ничего и не будет. Ясно? А так вытягивается вся эта цепочка симптоматика. Обязательно неделю прокашляешь в 10 дней. Ясно? Не обратишь внимания, всё будет в порядке. Я проводил эксперименты на себе не только касаемо кашля, в которых то, что в течение 2-3 недель тебе доставляло крупные неприятности, исчезало в дня 2-3. Не обращаешь внимания 2 дня 3 на что-то где-то фонит всё. Ничего развиваться не будет. 2-3 дня. А так ну 2-3 недели тему будешь развивать всё. Очень интересная вещь. ещё в качестве эксперимента я намеренно в мыслях возвращался к когда-то беспокоившим меня неприятностям. психологическим неприятностям. Я просто знал те самые мысли, которые меня могли бы водить из себя и доводить до изнеможения. Ну, круг мыслей таких у меня был. Вот. я получал результат. Очаг пробуждался, начинал заявлять о себе и был готов развиться в патологический процесс. То есть, я как бы запускал, своё время проверял, как это происходит. Но с некоторых пор, когда всё установилось в состоянии гармонии внутренней, я могу запытаться запустить любую мысль в сознании самая пораженческая. Она туда не идёт. Она не хочет там быть. Я не могу туда воткнуть. Нехорошая мысль. Она не идёт туда. А вы можете легко плохую мысль вставить? Можете? Запросто. Ну, вот так, да. Вот я просто говорю, я проводил в переходный период, запускал её туда, она меня давила. А вот потом, спустя какое-то время, я понял, действительно, вот причин. Обращаешь внимание, подхватываешь, всё, никуда тебе не деться, она обязательно тебя измочалит. Так вот, речь идёт вроде бы о мелочах. Но из этих кажущихся мелочей в нашем организме вырастают крупные неприятности. Таких мелочей-то много. И мы их все подпитываем энергией внимания. То одно, то другое. И вся жизнь она в неприятности какие-то превращается. Череда неприятностей. Психологических, физических. Опять сила нашей мысли, ментальная сила, ментальная энергия подпитывает эти процессы. Поэтому все эти мелочи надо пересекать на корню. Вот как-то мать сказала, что медицинская атмосфера очень опасна. Очень опасна. Именно врачи своими угрозами, своими внушениями создают в нашем сознании стойкие патологические очаги возбуждения, которые готовы мыть за вас. По телевидению всё время говорят, у вас там то-то-то, у вас изжога, у вас тяжесть там после еды. Всё. Ну, у кого нет тяжести после еды? Иногда переедаете. Да? Вы сразу ой, надо этот препарат попробовать. Значит, у вас уже есть болезнь. Коль купили препарат, вы же диагноз поставили. Вам по телевизору поставили диагноз. Ясно? По телевизору виртуальный диагноз. Вы уже больны. Сейчас по телевизору диагноз-то ставят. А если в центр пройдёте, там уже почти покойниковые. Ещё чуть-чуть и всё. И в это самое заведение с красивым названием в городе Гороховец Нижегородской области Бюро ритуальных услуг Небеса. На голубом фоне. Значит, вот, ну, на нашу тему. Небеса. Туда хочется войти, правда, у входа там белые тапочки стоят. Не бахилы. Но вот туда войти хочется. Прямо. Небеса. Но поэтичное название, да? В чём голубой фон, вот небо, вот, тянет зайти. Я хотел сфотографию, но он в машине быстро ехали. Вот, ну, вроде возвращаться уже не надо, ну, ладно, другой раз. вот, ну, небеса был такой. Молодец, знаешь, на что нажимать сразу. Я рассказывал, как один мужчина, вот сидел, как ты, на первом ряду. Сидел передо мной, но он рассеянный немножко, замечательный человек. И у него затрезвонил телефон. Он меня заслушался. И он начинает его искать. Музыка играет, люди остановились, я на него смотрю. Он себя обхлопал по всем местам. Потом встал и куда-то полез под ремень. Это было так. Ну, он, в конце концов, где-то у него завалился. Где-то там, ну, он его вынул, минут через пять нажал. И вот он, когда сам садится со мной на первый ряд, я говорю, ну, что, будешь искать телефон? я его там оставил в двери и выключил. Это была картина. Он встал и стал туда, вот, куда он мог провалиться. все карманы. Так вот, по поводу вот этого заведения. Вот был по телевидению сюжет перед Днем Победы. Помните, День Победы был? Сколько лет-то было? 70. 70 лет Победы. И показали ужасный сюжет, но показали его, ну, не то что с юмором, но как нельзя делать, как нельзя властям городским поступать с ветеранами войны. Там ветеранов войны в каком-то небольшом городке было, ну, человек 10 или 12. Их, ну, решили одарить подарками, пригласить, ну, отметить День Победы. 7 лет под 90 или под 90 там женщины, мужчины. И куда вы думали их пригласили? В Бюро ритуальных услуг. То есть, те решили раскошелиться, им накрыть стол, и их привозят на автобусе. Они выходят из автобуса, видят вывеску. им показывают туда. Они сопротивляются. Им говорят, там будут печенье, торт, вас там наградят. Ну, на печенье тот-то они согласились. Вошли туда. Там снимают, там венки, гробы и столы. Вот вы представляете, вот как это можно? Это по телевизору сюжет показывали. Я, если бы не видел своими глазами, я думал, что это там задуманно подумает, он же может выдумать. Или выдумывал уже. Сейчас не выдумывает. Понимаете? И это я увидел. И эти ветераны бедные на пряники они согласились, но в окружении гробов, венков, все это какой-то ужас просто. То есть, их в небесах пригласили. Вот, видите, дикость какая. Ну, просто дикость. Еще сертификаты раздали. Да, им дали сертификаты и одном на бесплатные похороны. там как-то, ну, чтобы они же не копили сильно. То есть, им вот бесплатно все остальное. Это наперед. Да, им вручали сертификаты какие-то. Со сроком? А? Со сроком давности? На неделю, если успеешь. Не знаю. Не знаю. Вы что, получали тоже? Не досталось. Фантазии работа. Фантазии. Ну, вот, видите, это, конечно, ужасно. Это только у нас могли додуматься вообще-то. Вот я так предполагаю. Потому что на Западе все регламентировано. Там, согласно закону, наверное, эти вещи нельзя делать. в эти заведения. Я так думаю. Ведь у нас могут только додуматься вот до такой дикости. А? В нашем отечестве, родном. Поздравить. они решили раскошелиться. Видимо, городские власти поняли, они пожалели. там, какие-то деньги говорят, вот ты гребешь это, ритуальные услуги. Мы знаем, да, ты давай, вот, накорми, напои. Вот. Ну, кафе-то могли какой-нибудь снять там, дешевенькое. Ну, просто вот как-то непонятно, да? Хотя, очень понятно. И сэкономили, и вроде бы отчитались, и телевидение снимало. рекламу сделать. Рекламу бюрошки. Вот такие страшные вещи. И вот как-то ко мне пришла сильно возбужденная женщина. И эту женщину, ну, допустим, лет пять или семь назад видел, она к нам приходила, она была вся больная, больная в смысле суставы у нее были больные, коленные. Она еле ходила, с палочкой ходила, и я ей сказал, «У тебя другого выхода нет, работа на пути не поможет, ты сильно запустила суставы, там уже с контрактурами все было, надо суставы заменить». Ну, сказал я и забыл, она не забыла, окажется, вот она пришла через пять лет, вбегает, я вижу, она бежит, бегом, она суставы заменила, вот так я понял. Она говорит, спасибо, Александр Васильевич, мне посоветовали, мне теперь вот суставы хорошие, вообще я здорово сейчас, я здорово, вот вообще, вот просто здорово, я смотрю, что с головой это не так, что-то, если человек меня уверяет, что он совсем здоров, так настыдно, я чувствую, что-то тут не то, не то, знаете, пусть ко мне не подбегайте, не говорите, я совершенно здоров, наоборот, говорите, и это у меня болит, то, я понимаю, что вы нормальный человек, если у вас все здорово, я усомнился в психическом здоровье, прежде всего, этого человека, вот, и она говорит, Александр Васильевич, у меня теперь есть прибор, а этот прибор какой-то изобрел чудотворец, которому она ходила на здоровительные занятия, даже некоторые милые его фамилию называли, у него книжки какие-то есть, или прибор его имени, то есть она говорит, что этот вот чудотворец изобрел прибор, правда, его недавно убили, сейчас с ним, его жена на связи, он дает информацию оттуда, она ее или транслирует, то есть лечит прям вот оттуда, и прибор говорит, он от всех болезней, ну вот я понял, да, я не ошибся, она, конечно, пришла с диагнозом ко мне, вот, ну, я с ней уже осторожно начал говорить, потому что тут неосторожное слово, любой, могу тему целую поднять, или недовольство у нее вызвать, то есть мне пришлось очень аккуратненько, ну, спросить ее о принципе работа прибора, который обеспечивает стопроцентное здоровье, ну, как-то прибор должен работать, ей, наверное, объяснили принцип, она говорит, Асанаси, вы физику знаете, ну, какое-то время, да, это было предметом моего интереса, да и сейчас я бы с удовольствием кое-что прочитал, в общем-то, но я-то сейчас уже о себе говорю, там есть в заначке вещи, а вы знаете, такой темной энергии, или темная масса, я говорю, ну, да, знаю, имею представление, то, что физики не могут определить, что не есть объект наблюдения, нельзя определить, никакими инструментальными методами, но для того, чтобы существовало вселенная, вот в том варианте, видимые вселенной, в каком она существует, нужна какая-то темная масса, процентов 70, энергия, которая, ну, не определяется, но она должна быть, вот это, говорит, есть темная энергия, я говорю, да, я понимаю, все, она, ты, я знаю, вот эта темная энергия, так вот, этот человек придумал прибор, который заряжен темной энергией, и в эту темную энергию, мы все свои болезни отсылаем, и они там растворяются, в этой темной энергии, ну, на темном экране, темная энергия, туда все посылается, на экране, если не светится, он темный, и там эта темная энергия, который чудотворец туда поместил, ну, ладно, я бы, как ты туда, что ты туда отсылаешься, в эту темную энергию, все, что у меня начинает болеть, или какой-то нездоровица, я туда все отсылаю, а где, откуда ты знаешь, ты что, врач или это, а я говорю, имею приложение к этому прибору, там нажимают, а тогда я там, 200 или 250, муква, начинаю, кончаю с буквой я, симптомы, синдромы разных заболеваний, все там есть, то есть, словарь, краткий, медицинский, хорошо, не 20000, который по Женевской номенклатуре, 20000 этих всяких, вот симптомов, синдромов, а тут нет, штук 250, там, вот, я говорю, ну и что, ну, у меня, вот, если что-то, вот, на какую букву заболит, в каком месте, я нажимаю кнопкой, это все в темную энергию идет, вот, я открываю, туда нажимаю, все туда уходит, ну, я понял, что она действительно очень здоровый человек, и поинтересовался, думаю, уж если уж расспрашивать, так до конца, я говорю, а сколько раз ты в день-то, вот, нажимаешь эту кнопочку, ну, раз 10-12, то есть, 12 раз в день, у нее, что-то появляется, что-то ее беспокоит, и она занимается этим делать, пиа на пределе, молодец, ноги ходят, суставы нормальные, теперь вот, лечится, 12 раз в день, нажимает на кнопки, сама себе диагноз ставит, Г, головная боль там, Г, геморрой, если тоже, ну, все есть на эту букву, туда и отсылает, то есть, занятие интересное, я говорю, ты что, сейчас рабочий, нет, я на пенсию, вот, для пенсионера занятие, самое благодатное, к врачу ходить не надо, все в темной энергии, тут есть идет о чем, она не фиксируется на этом, она сразу туда отсылает, то есть, она уже освободилась, а вы все будете думать, ясно или нет? А где прибор продается? Ну, дай мне компьютер, я тебя заряжу. Только суставы у нее сработали. То есть, вот на этом-то сработали, что она не фиксирует внимание, ну, 12 раз в день, но зато она не берет в голову это. Срабатывает, темная энергия. Ну, ей не пришлось суставы менять? По чем? Поменяла она сустава, она пришла, но я-то вижу, что она бежит. Может, темная энергия? Да нет, ну что ты. Она меня поблагодарила за то, что ее на операцию исподобил, она и хорошо, что мне сказали, я теперь бегаю. Нет, ну как темная энергия? Ты шутишь. У нас такой случай-то был не с темной энергии. Вот по поводу суставов. Вы знаете, такое подагра? Это отложение мочевой кислоты в суставах. И вот один человек, возрастом, более 70 лет, был в Беларусе, он страдал подагрой. Страшные боли у него было ходить, он не мог, лежал. И вот наш товарищ из Минска, ну, по пути следующий, он ему дал мою книжку. Тут почитал, на кончик носа стал глядеть, поточище у него пошел, пошел поток. Он быстро открыл этот поток, видно, талантливый человек-то в духовном плане. Ну, нажил много болячек, суставы у него не работают, лежит, пошел поток. Причем поток пошел мощный, у нее голова кружится, голова болит, все гудит. Он тогда этому человеку, который ему посоветовал, мою книгу говорит, позвони, скажи, Александр Васильевич, как мне поток остановить? Я гудя, знаю, как открыть, как остановить, я не знаю. Ты сам его открыл, и что я могу тебе сделать? Ничего. Ну, передал. Ну, ладно. То есть поток был действительно могучий, где-то месяца через полтора. у него рассосались эти подагреческие отложения. И он встал. И он пошел. А поток идет. А он ему больше не нужен поток. Все у него гудит, он опять ему говорит, скажи, Александр Васильевич, как мне его остановить? Я уже хожу. Это вот и смешно, и грустно. Ну, я дальше не знаю судьбу этого человека. Я не знаю все никак и останавливать, отойдите от меня. Но я могу себе сказать, у меня была травма коленного сустава в 15-летнем возрасте. К счастью, я и футболом перестал заниматься. Это был великим футболистом, потом великим тренером. Вот по пути бы не пошел. И тут для того, чтобы сустав был нормальным, тут какие-то костные отложения появились. Я их просто нащупал, то есть сустав зафиксировался в какой-то костный каркас. Он был не разболтанным. У меня мениска, связки были латеральные, разорванные. Я никуда не обращался, никаких операций. Я велосипедом, штангой закачал, и все. Нога работала еще, но костные отложения. Я очень чувствовал, вот прям шишка такая сбоку. Так вот лет 5-7 назад, а у меня это исчезло. Нет, у этой шишки, то сустав стал разболтанный. Шишка, это исчезло. Костные, которая прикрывала там что-то, рассасывается кое-что. Понятно? Вот я смотрю, что-то ее нет, но сустав разболтанный стал. Но иногда похоже, бинт там надеть. Вот была костная шишка и рассосалась. Значит, энергия, она не хочет, чтобы было что-то такое, что ей не нравится. Видишь, она рассасывает. Вот один человек, тоже с Белоруссией, интересный товарищ, по пути, давно идет, но у нее была проблема с печенью, печеночная недостаточность. Что такое печень? Тот самый орган, в котором все эти продукты токсические, нейтрализуются. И он был в критическом состоянии, ему пересадили печень. То есть была операция по пересадке печени. Вот он рассказывает интересные ощущения. Я говорю, чувствую, что она у меня все время горит. Идет поток, печень горит. Справа у меня все время вот пожар. То есть энергии, чужеродное тело, пытается каким-то образом нейтрализовать, я не знаю, адаптировать, либо его убрать. Вот я, говорит, ощущаю, что она горит. Ну, чужая печень. Видите, вот энергия туда идет. Сигнал СОС, что-то чужое. Он принимает препарат, чтобы отторжения не было. Ну, может, эта энергия способствует тоже в положительном плане, чтобы что-то прижилось, а может, наоборот, отвергает. То ее знает. Ее же не спросишь. Но она там есть. И он ее-то ощущает, как что-то, что вызывает сжение в правой подвздошной области. Знаете, такое интересное наблюдение просто. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова